Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Сомневаюсь, что стоит тратить своё время на мужа. Я не люблю его, но есть ребёнок. Он сильно любит, хочется любви в отношении к взаимопониманию. Но в то же время не хочется рушить семью и причинять боль ребёнку. Муж постоянно критикует меня, родственников ставит на первое место, это сильно ранит и оскорбляет меня. Если разводиться, то придётся жить с мамой. Для меня это тоже травматично. Меня воспитывала бабушка с 10 лет, если обидно на маму. Стоит переступать через себя и продолжать быть в этих отношениях или возвращаться к маме, где будет её контроль и критика. Я думаю, что довольно странно выглядит тот факт, что вы спрашиваете у нас совет. Ну, в смысле того, как вам поступать. Я не думаю, что психолог может говорить, как поступать другому человеку. На мой взгляд, на мой взгляд, этот вопрос лучше немножечко оставит. его лучше оставит немножко на потом. Ввиду того, что вам, на мой скромный взгляд, сейчас на него будет сложно, достаточно ответить. Этот вопрос имеет смысл опложить и разобраться в себе. В первую очередь, в том, например, когда вы поняли, что, допустим, не любите своего супруга. Когда вы это поняли, когда вы к этому пришли. Когда вы это, условно говоря, обнаружили. Когда вы стали это чувствовать, что вот супруга вы больше не любите. Связано ли это, значит, с тем, как менялось ваше отношение к нему, например. Или это, как вы, например, описываете, да, что муж вас постоянно критикует. То есть дело заключается в том, что он вас критикует и вы по этой причине как-то подрастеряли все ваши какие-то теплые чувства к нему. Или это связано с чем-то другим. Или это связано с какой-то другой историей. Вот это, на мой взгляд, важно рассматривать. Думаю, что муж начал вас критиковать, на мой взгляд, не вчера. Вот он начал вас критиковать уже, наверное, скажем так, какое-то время назад. То есть ваш муж, ну, скажем так, имеет к вам некоторое отношение. И оно, это отношение, на мой взгляд, имеет свои причины, в первую очередь. Понимаете, да? Понимаете, да? О чем идет речь. Поэтому, на мой взгляд, ну, по-видимому, вы в большей степени на муже обижены. То есть вас к нему обидно, вам больно. И уже после, идут, ну, идет, скажем так, такое решение относительно того, что вот, мол, я его больше не люблю. Вот. То есть нужно сделать анализ ваших отношений с мужем. Чтобы понимать, что из чего в данном случае происходит, происходит, проистекает. Вы пишете, что вас сильно ранит и оскорбляет тоже, что он вас критикует. Что говорит о том, что здесь вы сталкиваетесь не с просто неприемлемостью поведения, ну, вашего мужа. А вы здесь сталкиваетесь с своего рода внутренним конфликтом, внутренней болью своей. То есть вас это задевает. Соответственно, на это, на мой взгляд, нужно обратить вам ваше внимание. То есть, что здесь, как бы, вскрываются ваши собственные проблемы, ваше собственное противоречие какое-то. Вот. То есть это вот то, что в данном случае имеет место быть. Далее. Я не думаю, что... Дело в ребенке. Ребенку ведь хуже, когда его родители, скажем так, ссорятся. Ребенку хуже, когда, там, родители чувствуют, генерируют. Негативные эмоции, негативные переживания. Поэтому, на мой взгляд, тема с ребенком здесь просто оправдание из страха. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что ребенку, в общем, будет лучше. А если атмосфера вокруг него, если ситуация вокруг него будет более спокойна, так скажем. А сейчас эта ситуация, да? Ну, не спокойна. Вот. И, соответственно, ребенку плохо. Вот. Поэтому я думаю, в данном случае, я так подозреваю, что ребенок это просто своего рода оправдание для вас. Оправдание, чтобы не принимать решения. Я прекрасно понимаю, что вы можете бояться. Вот. Я прекрасно понимаю, что вам может быть страшно. Я прекрасно отдаю себе в этом отчет. Поверьте. Но обманывать себя тоже решение не из лучших. Вот. Что касается мамы, то здесь, на мой взгляд, ситуация примерно, ну, похожа. То есть, такая же ситуация здесь. У вас нет возможности взаимодействовать, так скажем. С мамой. На нормальных условиях, ну, то есть, вот, чтобы вам было комфортно, да? Чтобы вам было хорошо, чтобы вам было удобно. Вот. У вас нет возможности взаимодействовать так со своей мамой. Вот. Вот. И вы руководствуете вот такими чувствами, как обидно страх контроля и прочее. Ну, если у вашей мамы раньше была возможность вас контролировать, была, то сейчас такой возможности у нее нет. Вам нужно в этом смысле просто, я бы сказал, почувствовать свою силу, почувствовать свои возможности, почувствовать, ну, как бы почувствовать себя. Да. А вы себя не чувствуете пока что. И вот отсюда, на мой взгляд, и возникает проблема. Ну, вот. Ну, проблема вот такого плана, как вы описываете. Вот. Поэтому с обидой на маму можно поработать, ее станет меньше или совсем не станет. И вы сможете, тогда уже вы сможете для себя решить, чего вы хотите. Вот. То есть сейчас вы решить пока что не можете этот момент, потому что вам мешают, ну, вам мешают ваши чувства, вам мешают ваши эмоции, вот обиды, о которых вы говорите. Вот. Вам это очень сильно мешает. А если этого станет поменьше, вот, то, я думаю, эм, ситуация нормализуется, что она будет лучше. Ну, вот. Как-то так. То есть на что, на что бы я здесь обращу внимание, да? Ну, во-первых, самооценка, да, личные границы, страхи, эм, ожидания. То есть у вас, вот, на мой взгляд, эм, ну, вот, прямо есть ожидания от людей, то есть вот, чего это вы от людей ждете и так далее. Далее. Критика. Это, что вас задевает критика, это, на мой взгляд, высокие, ну, достаточно высокие требования к себе, которые являются, ну, по-видимому, да, невыполнимыми. То есть, ну, вы не можете эти требования, получается, реализовать в полной мере. Вот, если из-за чего, значит, когда вас критикуют, вам больно. По-видимому, что еще есть чувство вины? Ну, по-видимому, по-видимому. По-видимому, есть чувство вины. Значит, чувство вины перед, вероятно, ребенком имеет место быть, чувство вины имеет место быть. Также, на мой взгляд, перед мужем, хотя вы опять же, скорее всего, этого не признаете, то есть вот, ну, скорее всего, скорее всего вы не признаете, что есть чувство вины перед мужем. Вот, то есть вы, скорее всего, ну, будете это отрицать, отрицать, вот, сейчас, то есть вы, ну, сейчас вы будете, вот, говорить, что вы ни в чем перед, значит, мужем не виноват. Ну, опять же, спорить, спорить с вами, да, я не буду, вот, потому что, ну, это не продуктивно. Вот, если вы так считаете, то хорошо, считайте, как бы, ну, да, в любом случае, над чем, ну, над чем поработать, да, в любом случае, вот, даже если вы, ну, не считаете себя виноватом перед, ну, перед мужем. Вот, значит, вот так вот. И когда все эти аспекты будут проработаны, я думаю, у вас появится какая-то картинка. Вот, какая-то картинка того, как нужно действовать. Того, как можно действовать. На этом все, буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!